Жители столицы переплачивают за коммунальные услуги. Сумма с одной квитанции может доходить до 400 тенге. Виной всему компании-посредники. Такого мнения придерживаются общественники, предприниматели, а также и надзорные органы. Но депутаты Мажелиса уверены, реальные масштабы серых схем в разы больше. Причем многие из них существуют при непосредственном участии чиновников. Но особый интерес у сторон вызывает деятельность товарищества «Астана-ЕРЦ». Почему узнавал Андрей Деменок? Квитанции, квитанции, квитанции. Раньше столичные абоненты утопали в них. Но изменило все одно ТО. «Астана-ЕРЦ». Дела у компании сразу пошли хорошо. По мнению некоторых, даже слишком. Поражает, что предприятие, которое не занималось этим видом деятельности, не имеет своего оборудования, вдруг получает монополию. Марат Буликбаев – один из тех, кто на личном примере убедился в исключительном праве «Астана-ЕРЦ» на рынке Комуслуг. Предприниматель предлагал бесплатно печатать квитанции. «Мы снизили бы тариф «Астана-ЕРЦ» на стоимость услуг распечатки бумаги. Вот. Они сейчас что сделали? Они, получается, выпустили подзаконно-нормативный документ. И закупили эти услуги посредством конкурса через год закупки на 47 миллионов тенге. Ну, получается, в чем прикол? Мы предлагаем бесплатно, они закладывают 47 и тратят». К слову, немногим меньше предприятию пришлось потерять в прошлом году, когда в результате проверки профильным ведомством оказалось, что в «Астана-ЕРЦ» начисляли поставщикам услуг разные тарифы. «Например, домофоны и лифтовые компании, КСК, они по 32 тенге платят. Энергоснабжающая организация, там, один платил 84 тенге, один платил 17 тенге. В том числе «Казахтелеком» по связи тоже по 17 тенге. Кто как договорился, так и закупил». Несложно догадаться, что за такие наценки приходилось платить обычным потребителям. «Астана-ЕРЦ» тогда штрафовали на 38 миллионов тенге. Деньги предприятие выплатило, но тарифы сохранило. В итоге – новые судебные разбирательства. «В этом году мы за неисполнение подписания подали иск, специализированный международный экономический суд города Масултан, где первая инстанция принудила исполнить предписание, а сейчас идет обжалование решения. Впрочем, по мнению общественников, это лишь вершина айсберга. Они уверены, с отдельными компаниями договоры «Астана-ЕРЦ» и вовсе не заключает, а свою прибыль за предоставленные услуги получают, но фактически вне закона, а значит и деньги уходят неизвестно куда. Одно из таких предприятий – «Астана-Энергосбыт». «На май месяц, включительно этого года, после госаудита, получается недоплата с их стороны, скрытие дохода из-за того, что они с «Астана-Энергосбытом» договор не заключили. Это получается 1 миллиард 600 миллионов». Вопросов накопилось немало. Нужно было их задавать. А куда? В уполномоченный орган, то есть в Акимат. Что мы сделали? Однако там сказали, что к ситуации отношений не имеют и посоветовали обратиться в СПК, социально-предпринимательскую корпорацию. Ну и там сказали, мы к этому отношений не имеем, обратились в ЕРЦ. В ЕРЦ ради справедливости нужно отметить, честно признались, да, вопрос непосредственно к нам. И даже вроде бы как согласились на интервью, даже пришлось отправить вопросы. Однако дальше дело не сдвинулось. Получается, что эти двери так и остались закрытыми и подсостороннего туда не пускают. Пассивность и нежелание идти на контакт с журналистами всех этих структур, в том числе и государственных, объяснили мажоресмены. И сегодня то, что у нас творится, у нас практически весь бизнес, он монополизирован. То есть это вот получается, что определенные компании, они заданы монополией и они сидят на бюджетных деньгах. И поэтому государственные, например, Акиматы, они не заинтересованы в том, чтобы была честная конкуренция. В подтверждение своих слов депутат приводит конкретные примеры, а также к чему приводит подобный подход. Вот, например, компания, при Акимате создана компания, энергосторожающая компания. Для чего? Хотя у нас семь частых энергокомпаний. И понятно, что все крупные компании, значит, государственные, бюджетные, все таких хороших платильщиков забирают эта компания. А таких, как Астана Энерго, они отдают клиентов частные лица. Это совершенно несправедливо. Абсолютно. Понятно, что тогда эти частные, другие частные компании, так как они все время в убытках, они вынуждены ходить и просить повышения тарифов. А значит, платить придется в очередной раз обычным потребителям.